Всем привет! Те, кто подписан на мой канал, знают, что у меня есть инстаграм-профиль, где я публикую разнообразные фотографии из путешествий и из повседневной жизни. Но также иногда я публикую свои фотографии на сайте Пикабу. А так, последний мой пост про Брюги набрал более 400 плюсов, что в принципе неплохо. И некоторые люди в комментариях попросили запилить туториал о том, как я обрабатываю фото, что они получаются такими, как они получаются. В общем, сейчас мы перепрыгнем в Lightroom и продолжим там. Сейчас мы в Lightroom будем делать из таких фотографий вот такие. Для начала скажу пару банальных и очевидных вещей. Желательно, чтобы фотография была снята в формате RAW. Это для максимально четкой цветокоррекции, для максимально полной. Или же если вы снимаете, к примеру, на Sony Alpha, как это делаю я, то там должны быть отключены picture profiles. То есть изображение, которое мы получаем из камеры, должно быть максимально сырым и не сжатым. Ну и это не туториал по Lightroom, это просто туториал по тому, как я редактирую свои фотографии и как я получаю ту цветовую схему, которую вы видите. Ну не сейчас, а потом будете видеть. Ну что, погнали. Для начала я кадрирую фотографию, нажимая на вот этот квадратик. Она, мне кажется, немного завалена вправо. Мы ее кадрируем, немножечко делаем акцент на середину. То есть убираем вот эти детали по краям. Вот, в принципе, нормально. И переходим к панели Basic, на которой мы будем редактировать яркость, контрастность и т.д. и т.п. В принципе, эта фотография проэкспонирована неплохо, но немножечко можно сделать ее слегка поярче. Конечно, добавляем контрасты где-то плюс 38, плюс 40. Затем Highlights мы дропаем почти до минус 100. Давайте минус 99. Вот что нам дает наш прекрасный RAW формат. То есть у нас небо из просто белого стало голубоватым. Shadows мы поднимаем почти тоже до 100. Ладно, пусть будет тоже 99. Мы достигаем такого псевдо HDR эффекта на фотографии. То есть мы делаем картинку более такой мягкой. Whites мы убираем. И Blacks немножечко поднимаем где-то до плюс 33. Потом Clarity, параметр, четкость. Ну, некоторым нравятся, конечно, вот такие вот мега четкие фотографии, врывеглазные слегка. Но мне нравится наоборот, когда картинка более мягкая. Поэтому мы этот параметр опускаем где-то до минус 20. Вот. Переходим к следующей панели. Мы перейдем сразу к цветокоррекции. Потому что с кривыми мы поработаем потом, на третьем этапе. Сейчас мы будем работать именно с цветами. Здесь есть три варианта, как с ними работать. То есть Color, Black and White и HSL. Мне нравится HSL, потому что здесь мы сразу видим все цвета. Мы сразу можем работать с оттенком, с насыщенностью и с цветом цвета Luminance. Свет, цвет, насколько каждый из цветов будет ярким. Вот. Ну и для наглядности, для урока это тоже более подходит. Итак. Мы всю фотографию будем переводить в такие теплые, насыщенно-оранжевые оттенки. Поэтому сейчас мы будем смотреть... Я буду смотреть на референс картинки. И буду подстраивать ее под референс. Итак. Красный мы будем тянуть в оранжевый. Где-то до 55 даже. Где-то вот сюда. Оранжевый мы тянем в еще более оранжевый. Но не сильно. Где-то вот до минус 5. Желтый мы также. Вот это удивление тоже тянем в оранжевый. Где-то вот так вот. Зеленый. Ну, в принципе, тут у нас не особо много зеленого. Но пусть будет где-то минус 7. Так. Цвет воды. Аква. Ну, у нас тоже вот здесь не очень много. Но вдруг если вылезет, то пусть будет плюс 10. Так. Голубой у нас здесь есть. Это у нас водичка и небо. Голубой, в принципе, давайте особо не трогать. Потому что я сторонник чистого голубого оттенка. Эти цвета у нас здесь их тоже не особо много. Мы их потом вообще в Saturation, Purple и Magento уберем вообще в минус 100. Потому что эти цвета, они какие-то фиолетовые, розовые. Они в данную колористику не вписываются. Поэтому Saturation можно вообще просто дропнуть сразу на 100. Так. И вообще, в принципе, всю насыщенность картинки мы будем здесь немножечко уменьшать. К примеру, красный мы поставим где-то минус 38. Где-то так. Оранжевый тоже так же. Мы это будем все потом компенсировать с помощью кривой. То есть, если сейчас картинка кажется такой более флетовой, более такой серой без контрастовой, то мы это все будем потом докручивать через кривые. Поверьте, это намного удобнее и приятнее, чем просто вот здесь валить контраста. Так, погнали дальше. Зеленый. Зеленый. Ну, у нас он есть немножечко, но мы не хотим преобладания зеленого. Поэтому мы его где-то глушим до минус 70. Вот. Aqua. Мы его тоже убираем. Голубой где-то можно поставить минус 73. Purple, Magento мы уже с ней поработали. Мы их полностью убрали. Итак, свет цвета. Свет цвета, ну, это можно, нужно смотреть именно на каждой фотографии отдельно, но, в принципе, можно немножечко поиграться с настройками. Резкость тоже, в принципе, убираю, потому что здесь фокус, с фокусом все окей. Noise Reduction нам не надо, потому что картинка снята на ISO 100. Здесь у нас шума вообще, в принципе, нету, и я думаю, нам надо его добавить, чтобы картинка, ну, выглядела не мыльной, не гладкой, вот такой вот, а вот какой-то с шероховатостью, чтобы вот мы прям смотрели и ощущали реальность происходящего, можно так сказать. Поэтому давайте мы сейчас добавим grain, это шум. Размер где-то будет под 40 даже. Вот, видите, картинка стала немножечко шумной и более натуральной. Там какой-то мужик стоит, нифига себе, его даже не видел там. Так, ну и, конечно же, винеточку можно, midpoint на 0, то есть, чтобы, ну, вот, не было винетка прям вот такая вот видная, да, вот, вот, кошмар. Мы midpoint ставим на 0, и вот она такая вот, вот такая вот у нас получается. Так, ну и теперь переходим к самому-самому интересному и самому сложному лично для меня, это кривая. Здесь можно работать как с RGB сразу каналами, если кто не знает, RGB это red, green, blue, то есть, красный, зеленый и голубой. RGB, то есть, мы можем работать сразу с тремя каналами и будем сейчас работать по отдельности, с красным, с зеленым и голубым. Итак, погнали. RGB. Небольшой лайфхак, если вы работаете с кривой и вам вот сложно, вот оно так дергается, вот оно вот неудобно, там что-то вот это самое. Берете, зажимаете alt, и чувствительность вот этого пойнта, да, вот, вот этой точки, которую мы поставили, она снижается, вы можете теперь очень плавно и очень гладко регулировать вот эту точку. То есть, мы зажимаем alt на клавиатуре, и вот оно становится не вот таким вот психованным, что вот там чуть-чуть рука дрогнула, и все, короче, все пошло по бороде. Нет, зажимаем alt, и, короче, вот так вот аккуратненько. Если мы зажмем shift, то мы будем работать только в вертикальной плоскости, скажем так. Короче, вверх-вниз оно будет ездить, не будет вот его телепать по сторонам, будем только и вверх-вниз ездить. Shift, alt. Давайте, наверное, сначала работать с RGB. С RGB мы, в принципе, закончили. Давайте переходить к цветам по отдельности. Итак, красный. На красный тут мы можем сделать, тоже мы хотим его сделать более насыщенным, более глубоким, вот, но главное не перестараться. Так, теперь переходим к зеленому. Переходим на вкладку blue. Вот теперь уже что-то похоже на нормальный хороший результат. Просто в чем заключается сложность, это в том, что вы, ну, должны, в принципе, делать это все на глаз. У вас должен быть хорошо откалиброван монитор, и вы уже должны по своим ощущениям просто вот сидеть и крутить вот эти кривые. Вот поэтому лично для меня это было очень сложно, когда я создавал вот этот пресет, который был создан на основе другого пресета, который был создан на основе еще другого. Поэтому какого-то четкого объяснения, как работать с кривыми, вот, я вам сейчас не скажу, потому что его на самом деле нет. Каждый человек, он делает все это субъективно и чисто на свой вкус. Вот. В принципе, вы можете повторить те же самые действия. Ссылочка на пресет будет в описании. Тот пресет, который мы сейчас с вами создадим, да. Вот. Это просто вот эта цветовая схема, с которой мне нравится работать, которую я вот создал чисто под себя. То есть, это просто вот так вот. Ладно, давайте завершим. Ну, в принципе, вот получился у нас такой вот результат. Фотография почти готова. Да, в принципе, не почти, она готова. Сейчас, ну, можно немножечко резкости добавить. Давайте проверим результат до и после. До. Получилось отлично. Получилось отлично. Теперь что мы делаем? Мы сохраняем тот пресет, который у нас получился. New preset. Называем его, в принципе, как хотим. Я назову его вот так вот. Создаем. И вот у нас он в User Presets. Вот здесь, вот прямо над моей головой. Ссылочка на этот пресет будет в описании. Поэтому, если вам будет впадло повторять все вот эти шаги, вы можете его просто скачать, импортировать в Lightroom и использовать на здоровье. Давайте теперь попробуем применить этот пресет к другим фотографиям, чтобы посмотреть, как оно вообще вот ложится на другие фотографии. К примеру, у нас там была фотография с фонарем, да? Раз я ее показывал, раз я ее заявил, значит, надо ее попробовать отредактировать. И импортнем наш пресет. Все легло отлично. Можно просто немножечко добавить яркости. И, в принципе, вот. Это первый туториал, который я вообще записывал в жизни. Поэтому, если он получился как-то криво или непонятно, то уж извините. Пишите свои предложения, комментарии. Я их обязательно учту в следующих туториалах. Вот. Ну, в принципе, все. Давайте вернемся туда, обратно поговорим на камеру. Все. Ну, вот, в принципе, и все. Как видите, ничего сложного. Надеюсь, вам понравился этот туториал. Если да, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, потому что у меня еще есть много таких лайфхаков и секретов касательно обработки фотографий в Lightroom, но, конечно же, видеомонтажа. Всем спасибо, не тупейте, не болейте и всем пока.